Перед началом данного видеоролика, хотел бы посоветовать вам сервер под названием Морской Бой. Жанра TDM. Вся информация в описании. Маленький, но оно и понятно. Зачем играть на какой-то непонятной людей, которые неравнодушны, у которых есть ютуб-каналы, у которых, возможно, есть какие-то все прочие соцсети. Максимально, потому что я уже когда-то давно рассказывал про жизнь в деревне, рассказывал о том, что это вообще за проект, что он из себя представляет. Да и все эти люди, которые работают над жизнью в деревне, они хотят показать то, что, ну, на РП, там нету чего-то вот такого, знаете, вот прямо интересного, чтобы ты зашел. Ни у кого же не повернется язык сказать, что жизнь в деревне это плохой проект, что это плохой сервер. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризоны РП. Вся дополнительная информация в описании. Я зарегистрировал, а также начал активно вести этот канал в 2019 году. Примерно в это же время начал активными темпами развиваться проект Жизнь в деревне. На каком-то этапе он застопорился и онлайн не стал превышать более, может быть, 100, может быть, 200, может быть, еще скольки там игроков. Это не особо важно. Сам факт в том, что такой проект, как Жизнь в деревне от проекта Аризона Геймс, от сети игровых серверов, он вот начал то ли деградировать, то ли просто впал в какую-то стагнацию, то ли вообще идея игрокам не понравилась или вроде того. И вот сегодня мы более подробно поговорим про данный проект и про то, что они недавно представили в своем глобальном обновлении. Само обновление мне не особо интересно. Мне интересны некоторые, знаете ли, вот факты, обстоятельства и прочие вещи, которые повлекло за собой вот все это глобальное обновление. Вернее, даже такой, знаете, один факт. И о нем я скажу вам прямо сейчас. Это то, что на проекте Жизнь в деревне от Аризона Геймс отключили донат полностью. Ну или не совсем полностью, но в привычном понимании доната нет. То есть вы больше не сможете задонатить и вот там как-то всеми вот этими, знаете, услугами донатными воспользоваться. Теперь вот эти вот все донаткоины и все прочее, их начисляют каждый пейдей. То есть, как, допустим, если вы играете сейчас с лаунчера Аризона Геймс, вам начисляют там какие-то гражданские талоны или вроде того, вот на Жизнь в деревне сейчас то же самое. И лично я, если вы спросите вот, допустим, мое мнение по поводу всего этого, типа поддерживаю я это, не поддерживаю я это, как мне вообще все это в целом, я могу сказать только одно, что это неплохой маркетинговый ход. Я думаю, что Жизнь в деревне многое не зарабатывала. Ну, если хватало хотя бы на оплату хостинга, то это уже хорошо, потому что сервер сам по себе позиционировался как какой-то медиум РП. И если хотя бы на оплату хостинга хватало, то это уже, знаете, такой неплохой доход для данного проекта. Потому что онлайн на этом самом сервере был такой, знаете, маленький. Но оно и понятно, зачем играть на какой-то непонятной жизни в деревне, когда есть Тринити РП, когда есть Фулл РП Гамбит Роли Плей, когда есть все прочие проекты, зачем нам вообще играть на всем этом медиум РП? Наверное, Аризона хотела вот всем этим проектам занять нишу медиум РП проектов и немного подвинуть Тринити РП. В целом, это, наверное, похоже на то, что я предлагал совершенно недавно, когда я предложил Аризона РП или там вообще Аризона Геймс, а покупать другие, более мелкие проекты, чтобы вот куда ты не заходил, куда ты не донатил, а постоянно деньги будут идти только Аризона Геймс. Таким образом, получится монополия, о которой не так давно в своем последнем видеоролике говорил Артур Митин, карлик иллюминат вор. В целом, ну, если так по честноку вам сказать, то я данные решения поддерживаю абсолютно точно. И поэтому вот сейчас там, знаете, вся эта паблик ВКонтакте, все вот эти вот прочие вещи, они запустили такой, знаете, хэштег «Деревня без доната» и призвали, а вот всех вот этих вот, знаете ли, людей, которые неравнодушны, у которых есть YouTube-канал, у которых, возможно, есть какие-то все прочие соцсети, чтобы они сделали то ли какой-то пост, то ли какие-то видеоролики насчет всего этого, то, что там жизнь в деревне, она теперь без доната, вы можете зайти и, по сути, вы будете равны. То есть такой, знаете, некий социализм РП, если его так можно назвать, когда, понимаете, решает не тот, у кого больше денег, а тот, кто более как-то лучше умеет отыгрывать роль своего персонажа. И лично я данное решение, вот, поддерживаю максимально, потому что я уже когда-то давно рассказывал про жизнь в деревне, рассказывал о том, что это вообще за проект, что он из себя представляет, что его рекламирует даже сам Данил Геррар, поэтому вы должны, понимаете ли, на него зайти и хотя бы посмотреть, если он вам не понравится, ну, ради бога, ради бога, типа, ну, ну, как хотите, мне, в общем-то, за данный видеоролик вообще ничего не заплатили. Это просто, как такой, знаете, неплохой инфоповод, который, ну, вполне возможно и вполне нужно донести вот его до вас, чтобы вы понимали, и такие, типа, блин, а Аризона Геймс, они сделали это не для доната, они, типа, молодцы, они, типа, вот такие вот крутые люди, ну, красавчики, типа, молодцы в самом деле. Понимаете, в чём дело? Я думаю, что вот этим жестом Валик, да и все эти люди, которые работают над жизнью в деревне, они хотят показать то, что донаты, вообще деньги с этого проекта, это не главное. Они хотят создать, как лично я понимаю, уютную атмосферу для каждого. То есть, если Аризона РП, это вот такой вот, знаете, воспользуемся цитатами из комментариев в каком-нибудь лайфсампе или, допустим, в лайфмобайле или там в прочих вот этих вот, в кавычках, новостных изданиях, то мы сможем узнать, что это проект, там, знаете, для фарма, для всего прочего, где там нету роли-плея, где нету всего прочего. И вот жизнь в деревне это аналог всего этого. И мне бы хотелось задать вопрос, а вот где те люди, которые обычно говорят о том, что вот Аризона РП, она там, знаете, ну, на РП, там нету чего-то вот такого, знаете, вот прям интересного, чтобы ты зашёл, чтобы там вот роли-плея отыграть, чтобы там делать вот это вот всё прочее, там такого нету. Ну, Валик как бы ко всему этому прислушался, он человек такой, знаете, искренний, добрый, радушный, там, я не знаю, какие ещё можно вот эти вот все прилагательные или там описание качества человека подобрать. Он, типа, услышал этих людей и сказал, ладно, вот если на Аризоне РП вам не нравится, давайте я вам создам жизнь деревни. Создал жизнь деревни, вложился в рекламу, вложился во все прочие вещи, и получилось так, что она особо сильно никому и не нужна. Этим самым мы в очередной раз доказали, что вот весь этот медиум роли-плей, или даже весь этот хард роли-плей, или даже вообще хоть какой-то роли-плей в GTA Sampo в 2020, да и в 2019 году, типа, никому это не нужно. Все хотят зайти, все хотят пофармить вертов, все хотят вот всё это прочее сделать, никому этот роли-плей не нужен. То есть всё. Я думаю, что на этом, на вот таком, знаете, примере мы, ну, данный вопрос закрыли. Ведь ни у кого же не повернётся язык сказать, что жизнь деревни это плохой проект, что это плохой сервер, что это недоработанный сервер, что это какой-нибудь, там, знаете, ну, БРП или вроде того. Но такого же явно не сможет никто сказать. Так в чём тогда проблема? Почему на нём не играют-то в самом деле? Что с ним не так? Рекламы недостаточно? Да я не знаю, я видел и у Вертеича, и у Данила Геррера, и у прочих людей, типа, некоторые проекты вот такой рекламы себе вообще позволить не могут, а на них онлайн либо такой же, либо даже повыше. И, типа, почему это, почему проект популярностью-то не пользуется? Почему? Вот вы, возможно, можете сказать, вот эти вот все люди, которые постоянно вот так вот говорят, мол, фул РП, вот фул РП, вот там есть то, там есть это, этого всего нету на Аризоне РП. Почему тут-то сейчас такого нету? В чём дело-то, в самом деле, ребят? Ну, вы расскажите, вы мне объясните, потому что я вижу конкретный пример, что люди, ну, так, знаете, вложились, сделали, а никому это не нужно. Никто на этом не играет. Почему всем нужна Аризона? Почему Аризоне РП открывает уже там 15-й сервер, и всем это нужно? А почему жизнь деревни-то тогда так всем не нужна? Ведь, типа, от тех же самых разработчиков, типа, с той же самой любовью, с тем же самым теплом, с той же самой добротой, всё это сделано, всё это круто, всё это классно проработано, работают постоянно, там, обновления какие-то выпускают, всё прочее делают. А почему она не пользуется таким успехом, как, допустим, та же самая Аризона? Почему? Потому что люди, по вашему мнению, любят жрать говно, ну, может быть, это и так, но почему тогда, я не знаю, гамбит какой-нибудь на площадке, что происходит? А почему в самом деле так? Я не знаю просто, в самом деле, потому что, ну, логично, что фулл РП никому не нужен, и медиум ролеплей никому не нужен, типа, ну, вот только так это всё и объясняется, ребят, не как больше. Однако, ладно, я играл не на жизни в деревне, я играл на Аризоне РП Феникс, но я думаю, что если я не забуду, то айпишник на жизнь в деревне я оставлю, хоть мне за это и не платили, но, как бы, понимаете, игровая сеть, да она одна, и, типа, ну, какая разница, деньги платят, всё равно, ну, я думаю, всё это, сами понимаете. А всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем спасибо, до свидания и пока, а всего хорошего, всего лучшего, до свидания и всего доброго, ну да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok